Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1353. События дня. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. За 30 августа 2019 года. И обращение. Медленно считайте курсором, остановите. Медленно считайте курсором, остановите. Притча 30 минут. Вот о десятине. Вот такую брехню пишет человек, совершенно не понимает. Там кто-то удивился, что платить десятину, значит, и не было. Это означает, не платили, проклятием проклятое. Ну, давай просто посмотрим, какие места указывает. Досталось то же самое. В соратнике возьми Бога. Он дал землю, солнце, все необходимое, трудился, жизнь тебя создал. И ты не хочешь помочь нуждающимся. Нет, десятину не надо, а кто-то торгаши, вары проклятые. Проклятием вы прокляты. И доказывает, а ее и не было десятины. Ну, не было. Как узнали, не было. А князь Владимир откуда взял? Язычник. В Греции один раз побыли и привезли сразу десятины. Значит, было. Десятина церковь. Совесть не подсказывает, а доказательства эти тянут другую сторону. Вор. Кто это пишет? Воры. Отчаянные воры. Доказательства какие-то. Доказательства очень простые. Платят не десятину, а десять десятин. Все продавали к ногам апостолов. Десятина – это минимально, если ваша праведность не превысит праведности книжек и фарисеев. А они платили десятину. Торговля. Торговля не смущает никого. Десятины нет, а что тогда будет? Да посильно. Ну, какое посильно? Где ты определишь? А ревности-то нет никакой. В Германии, везде там высчитывают, священник получает. Какой веры? Вот у нас один уехал туда. И он из Таробрясов. Ее спрашивают, сразу вызвали. Какой ты веры? Тебя будут высчитывать. Удивился. Если уплатил, то не удивился. Вывод-то какой делает? Никто не платил. Не платил, поэтому удивился, что хоть один есть, соблюдает то, что Господь усыновил. Нигде об этом не писали. Нигде не писали, что на родной матери не жениться, на сестре не жениться, аборты не делать. Это в Ветхом Завете. Но в новом-то все осталось. Это десятисловия. Это оно никуда не делось. Нет, такое ложные выводы. Видно, такой бойкий-бойкий шнырь. Описывает против десятин. Он вор, он не платил никогда. Не было принудительно он платежа десятин. Не было никогда. Не было, не было. Я еще говорю, князь наложил на всю Русь. Принудительно. Заплатите и другим. Другие придут. Вот так взять. Когда люди начинают считать Евангелие, платят. Возьмите, адвентисты седьмого дня другие, все платят десятину. Кто-то больше. Давид три десятины платил. Это вообще фальшивка такая, что не платили нигде. Отпускают ее. А торгуют, стоит нищебой. За все платят. Где десятина, там все стоит на месте. Ни за крещение, ни за молитвы, нигде нет. По храму не ходят с тарелкой. Это враги. Против десятины это лютые враги. Святотатцы. Бога, меня обкрадывайте, говорит Господь. Меня. А как это? Ну, за то, что я сделал, чтобы научить милостыни. Вот пишет сегодня один. Что день вчера? Как всегда, утром пошли на рыбалку. Сто шесть карасей поймали. Вчера сразу сборы начали. Два часа дня Сергей Павлович Пупков выехал с батюшкой, отцом Акимовом в Барнаул. Весь улов. Сто шесть карасей. Маленько там даже просолили чуть-чуть. И крапивой проложили в большом баке. Он повез. Завезти в клочки. Дени, не жёл, не рвай. Там Татьяне раздать. Игорю Дубунову. Вот сколько тебе останется. Ветер сильно начался. А изнутри железо кровельное стоит. Им зашивали. Только посередине прихватили. Елена позвонила Анатольевна. Надо закреплять скорее. И закреплял, поехал туда. Владимир Пащенко. Я остался. И после обеда мы приготовили столбушки. Разные кривые. Там какие были. Высотой около метра. Ну, метр... 92 метра после обеда. Один остался я. Я шкурил около 30 столбушков. Без отдыха. Ну, так интересно. Поехал. Я бы кому нарвал. Там под Тополем дом. Я с собой. Ну, наше. Тут не выставляют администрации. Я выставить еще не могу на этой неделе. Вот так. Это вот в первую очередь из наших. Какие ресурсы. Мой мир. Система очень нравится. Вот оно как. Выставляет игры сейчас. Не знаю, как убрать это. Так и стоит здесь. Вот у меня, точнее, наш форум. Сколько тут неизвестно. 49 это было. Еще 4-х-то нету. И вот здесь сегодня выставил 2. Иоанна Златоуста. Нету ничего. И события дня не выставляются. Русландый библейский сайт. Могу тут, конечно, что-то брать, записывать. Но здесь за все высчитывает деньги. Вот такой лишний кабинет. Из 17 у меня осталось еще 10 гигабайт. Субтитры делал DimaTorzok На этом. Продолжение следует...